Буэносточерс, дорогие драги. Ну что ж, вы знаете, есть вот такие языки, в которых можно не думать о произношении. Чуть не сорвалось у меня, у преподателя французского. Привет, не переключайте, вы на канале реально французский. Не переключайте. Все, действительно, как перед телевизором, оказываешься порой перед Ютубом, если почему-то в руках вместо сосредоточенного карандаша, сосредоточивающего, точнее, появляется бутерброд. Вот такое потребительское отношение. Это не про предназжение 5 минут, в которых я всех вас, дорогие друзья, призываю сосредоточиться на объявлении, которыми я с вами сегодня поделюсь. Ну, конечно, я шучу по поводу языков, которые не требуют произношения. Сейчас немцы, которые услышали, русскоговорящие немцы, конечно, которые услышали первые строки моего приветствия в видео, просто встали и вышли за стола и продолжили есть уже без ролика, без созерцания Ютуб-видео, потому что, конечно же, Es freite mich dich zu sehen, понимаете, да? А не Jurgis, Alis, Mangemacht, вот, а, конечно же, это же чистейший язык, да? Кто не смотрел про трех немок в Ютубе, которые поют развеселую немецкую песню, не влюбился в немецкий язык, срочно смотрите. Три немки поют про какую-то ферму замечательную. Дорогие друзья, и я к вам с этим объявлением о том, что у нас состоится очередная конференция, в которой будет возможность поучаствовать, поприсутствовать и узнать очень много всего нового. Соберутся незаурядные спикеры, которых прозвали мастерами своего дела. Конференция состоится 30 января, я ее начну, открою. Она будет продолжаться вплоть до 4 февраля, и это очень здорово, потому что у вас будет возможность бесплатно посетить мастер-классы, выступления людей, которые с головой ушли в изучение своего предмета. Можно просто отбывать время своего профессионального труда в школьной столовой, в школьном кабинете, а можно, я имею в виду, не хочу в качестве камня бросить в город учителей, но есть такое явление тенденциозное, а можно думать только об одном, как сделать свое занятие эффективным, как сделать свой предмет, реализуемым с гораздо большим КПД. Есть преподаватели, которые все время этому отдают, поэтому у них большое количество опыта, которым они с удовольствием поделятся. Я открою эту конференцию, в 18 часов по московскому времени, 30 января я буду рассказывать об одном и том же, только с другой позиции. Разумеется, вы знаете, что я главный поборник французской фонетики и чистоты французского языка. Конечно же, это не бонсуар, конечно же, это никак не иначе, чем босуар, бушу, посмотрите, да, и вот эти капли чистейшей божьей росы, благодати, красоты, которая постигла людей, изучающих французский язык, возможно, извлечь только так, альтернативой никакой быть не может. Я расскажу в нескольких пунктах своего часа, наверное, ползолотой часового выступления, в 18 часов в Москве, еще раз 30 января, напоминаю вам, начнется конференция о том, какие бывают вопросы, поднимающиеся в связи с произношением. Да, тема, естественно, моего выступления будет французское произношение. Мы поговорим о том, как, почему, интересно, французское произношение необходимо, в то время как в России, в многонациональной, мультинациональной стране, мы крайне толерантно относимся к Рафшану, Джамшуту, нежно любимым героям, и почему-то преподаватели французского языка требуют хорошего произношения для французского языка на родине, а во Франции, в этой тоже многонациональной стране, безумное количество разношерстных носителей языка, которые говорят на самых разных акцентах, диалектах, и никто их, кстати, не осуждает, и главное, все их понимают, об этом мы поговорим. Поговорим также о... У меня подруга Катя, которая живет, и все там прекрасно понимает, ее все понимают. Поговорим также о всемирном заговоре преподавателей, которые решились каким-то образом настаивать на непонятно никому не нужном способе трата времени, денег, эмоций и энергии на какие-то теоретические, непонятные, отвлекающие маневры от сути дела, от говорения на французском языке, предлагаясь заниматься такими явлениями, как фонетика. Поговорим также о том, как африканцы всех возможных бывших французских колоний... Что же такое вообще? Вот такие вопросы поднимаются очень часто. Мали, Конго, Конго-Браза, Конго-Кеншаса, Буркино-Фасо, Код-Дивуар, Альжир, Тунис, все эти франкоговорящие африканские страны, они что, насыщены носителями, что ли, французского языка, или эти африканцы не являются носителями? Карл Петрович, об этих вопросах мы популярно с вами будем говорить в рамках нашей встречи о посещенной французской фонетике. Равно как и будем говорить о том, ой, ну моя генетика, мои способности, слушайте, я же ничего не могу, у меня что вообще с меня взять, я проще пойду простым путем, буду стать по-китайски. Но об этом, обо всем, о приятном, интересном, неожиданном, наболевшем, сердобольном и скрупулезном, о всем том, что стоит обсудить, когда мы говорим о подходе к изучаемому языку. Если вы хотите использовать инструмент, к которому вы приближаетесь, по назначению, например, берете молоток, чтобы забивать им гвозди, и смотрите компьютер, вместо того, чтобы им забивать гвозди, то есть вы подходите к изучению иностранного языка с пониманием того, что есть иностранный язык, вы учитываете его особенности, тогда добро пожаловать на мое психологическое выступление, которое состоится, еще раз, третий раз повторяю, на всякий случай, 30 января, 18 часов по московскому, обращаю ваше внимание, по московскому времени встреча будет бесплатной, ссылка на встречу для регистрации, естественно, будет приложена здесь, также в соцсетях приветствую вас, дорогие друзья, можете смело обращаться ко мне в ВКонтакте по различным вопросам, которые у вас возникают в отношении изучения французского языка, а также и в Фейсбуке, меня зовут Кипнис Евгений, я сердечно рад был встретиться, пригласить на конференцию, в которой мы все с вами будем общаться, обращать на все вопросы, так что и готовьте заранее, 30 января, 18 по Москве, и не забудьте, пожалуйста, что конференция будет проходить до 4 февраля, конференция под общим названием «Интенсив по обучению иностранному языку секреты мастеров». Компания будет организовывать это мероприятие, там будет очень много людей, и у вас будет возможность слышать самые разные подходы и получить ответы на бесконечно разнообразные вопросы, связанные со освоением французского языка. Становитесь умнее, становитесь глубже, становитесь шире, разнообразнее. Я в этой связи буду крайне рад тому, что мы с вами еще раз встретимся в конце этого замечательного месяца, месяца, который уже поблескивает весной, и солнце тоже в окошко неоднократно стучалось, надеюсь, к вам тоже. Счастливого дня, счастливого вечера, дорогие друзья, до скорой встречи. Au revoir.